Обычно появление инспектора ГАИ на проезжей части и привычное движение жезла, обозначающее требования остановки, заставляет водителя поволноваться. Но только не в этот день, ведь повод для беседы на этот раз самый, что ни на есть, приятный. Вы являетесь ответственным водителем? Конечно. Ответственным относитесь к соблюдению правил дорожного? Конечно. Хорошо, тогда за это хочу вам вручить такой вот кредит от компании ГРАЗ для вашего автомобиля и желать вам безопасных автомобилей. Спасибо огромное. Всего хорошего. Селённого света. Вам тоже хорошая служба. До свидания. Таким оригинальным способом было решено поздравить водителя с Днём автомобилиста, вручить им в качестве подарка наборы автокосметики и ещё раз напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции Брещена совместно с УВД Брестского облсполкома поздравляют всех автолюбителей, всех водителей и транспортных средств с Днём автомобилиста. Конечно же, хочется пожелать в первую очередь безопасных дорог. Ну а конечно же, чтобы дороги были безопасными, необходимо помнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Фирменный магазин «ГРАЗ» на протяжении многих лет является партнёром Брестской госавтоинспекции. Мы принимаем активное участие не только на День автомобилиста, но и на новогодние праздники. Ну, хотелось бы в этот день пожелать нашим автомобилистам чего? Наверное, уважение друг к другу, это в первую очередь. Ну и, конечно, соблюдать правила дорожного движения неукоснительно. Добрые слова и пожелания, приятные, необходимые, каждому водителю подарки – всё это подняло автолюбителям настроение. И теперь каждый из них будет ещё внимательнее на дорогах. Я думаю, каждому автолюбителю пригодятся такие подарочки. В дальнейшем очень приятно. В Минске у нас таких акций я не видел, поэтому приехали в Брест на пару часов. Очень приятно, порадовали, подняли настроение. Классно. Ещё одно не менее интересное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику Дню автомобилиста, прошло на площадке торгового центра «Экватор». Там была организована выставка «Транспорт прошлого», «Транспорт будущего» и различные активности для посетителей. Из наиболее приметных экспонатов для брещан были представлены восстановленный ретроавтобус «ЛАЗ», электробус «МАЗ», раритетные машины разных годов, современные дрифт-трайки и даже новые современные машины «Тесла». У меня был достаточно большой опыт езды на электромобиле. Я больше трёх лет езжу. У меня до этого была другая «Тесла». Сейчас купил более дальнобойную. Я тесно общаюсь, знаком с Брестским общественным транспортом, который организовал эту выставку. И по знакомствам, так как я очень тесно связан и с минскими ребятами, которые катаются уже давние знакомства, и даже с Брестской, скажем так, группой людей, которые катаются на электромобилях, попросили меня собрать немножко этих машин, показать, так сказать, людям транспорт прошлого и транспорт будущего. Первая машина очень цепляла внимание. Была буквально одна из первых трёх-четырёх в Бресте. Каждый взгляд цеплялся. Она футуристично смотрится, достаточно современно, несмотря на то, что машина была сделана ещё в 2012 году. Выставка позволяет не только посмотреть на технику, но и посидеть за рулём уникальных образцов. Собственно, что и делали юные посетители выставки. В этой машине мне нравится, что она экологичная. Она работает не на топливе, а на электричестве. В будущем я бы хотела себе такую машину. По внешнему видно, что это очень крутая машина. Она очень быстро ездит, правда. Её нужно заряжать. Ну, ещё то, что она не загрязняет окружающую среду. Для кого-то автотранспорт – лишь средство передвижения. Но для некоторых участников это часть личной истории. И особенная любовь на сбор к частной коллекции. Мой отец всю жизнь работал здесь водителем в автобусном марте. Ещё резкая автоколонна 24-02. Я уже не помню точно, но трудовая книжка есть. Где-то с 1956 года он начал здесь работать в трудовой деятельности. Но я всегда был с ним. С детства. Не на кого ставить. Я в автобусе. Ну, а потом закончил школу. Институт что-то не получилось с первого раза. И в 83-м году тут же, в 17 лет, я уже был слесарем автобусном парке в 17 лет. Это машина 1976 года выпуска. Владею ей 3 года. Но, если честно сказать, первая машина в семье. Был в Запорожец чуть новее, там, 90-го года. Вот. И знаете, хочется вернуться к истокам. И как бы я вот купил специально, что такой автомобиль у меня был в семье. Приносит неимовернейшее удовольствие. Во-первых, радует меня, снежку моего. А самое главное тоже, что радует прохожих, жителей и горожан города Бреста. Потому что всегда сигналят, улыбаются. Никто не злится, если я еду медленно. Всегда пропускают на любом светофоре. Только покажу поворот, мне всегда дорога. Поэтому здорово, что и молодежь, и так вот, как-то привлекается к ретродвижению. У каждого экспоната, представленного на выставке, есть своя уникальная история, которой каждый из посетителей мог приобщиться. Возможно, кто-то из ребят в будущем благодаря этому выберет для себя профессию водителя. А кто-то и вовсе соберет свою коллекцию автомобилей.